Привет всем, с вами Джексон и сегодня мы соберем интересную схемку. Честно говоря, источник схемки, можно сказать, китайский. Лазил по Алиэкспрессу, увидел достаточно интересный кит-набор. И интересность этого кит-набора заключалась в том, что у него не используется трансформатор в блоке питания. Я вырисовал вот эту вот схемку и решил ее собрать и посмотреть, что получится. Прежде чем вы собираете подобные схемы, хочу вас предупредить, обязательно прогуглите, работает ли она, стоит ли ее вообще собирать. Поскольку это же дело питается от 220 вольт и вы, так скажем, рискуете. Я прогуглил и узнал минусы серьезной этой схемки. Дело в том, что когда не используется трансформатор, есть гальванический эффект, вот так он называется. И если вы возьметесь за один из концов нашего блока питания, то у вас есть шанс, что ударит 220 вольт. Тем более, если вы другой рукой еще возьметесь за какой-нибудь заземленный предмет, то вас хорошо ударит, шандарахнет, так скажем. Так что, если вы собираете такую схемку, будьте очень аккуратны, осторожны, никому не советую использовать, так скажем, в быту. Там в кит-наборе эта схемка используют для питания LED-цветодиодов. Правда, все находилось в корпусе, но все равно штука опасная. Ну, в общем-то, давайте соберем. Все компоненты, благо, у меня есть, будем собирать все это на такой макетной плате. Тут компонентов всего лишь 9, главное, это у нас диоды, ну, это у нас 4 диода, название у них 4007. А 4007, я посмотрел, наименование вот этих вот диодов, там есть L4001 до L4007, там также подойдут 4005, 4006, и все, в общем-то. У них просто различается все в номинальном напряжении. Эти, ой, не светодиоды, а диоды у нас на 700 вольт, насколько я заметил там. Нам нужен вот такой вот конденсатор на 1 микрофарад на 250 вольт. Вот такой. Я взял, кстати, его из китайского фонарика, который тоже питался от подобной схемки. Нам нужны два сопротивления от 100 килоом до 1 мегаома, по-моему, так это называется. Я взял 1 150 килоом, и второй взял, по-моему, сколько там, 470 килоом. Я не знаю, для чего вот второй нужен сопротивление. Ну, то есть второй резистор, вот у нас первый, вот тут он на входе идет, он, понятно. Дело нужно для того, чтобы снизить ток, чтобы он был, ну, более-менее на номинале, а вот второй, не знаю, для чего, может быть, для какой-то нагрузки. Ну, ладно, соберем, разберемся. Буду использовать вот такие вот клипсы, которые нам недавно пришли, для того, чтобы соединять провода. И если вы все паяете, собираете, ни в коем случае, когда подсоедините в цепь, не трогайте вообще провода, поскольку это опасно. Также нам нужен будет тут предохранитель. Еще два вот таких вот резистора, они мне так, ну, на замену посмотрим, может быть, не пригодятся. Нужно также предохранитель, честно говоря, у меня предохранитель сейчас нету, поэтому я буду использовать вместо него лампочку. То есть, если где-нибудь там что-нибудь замкнет, то лампочка просто загорится. То есть, лампочка у нас в качестве предохранителя будет служить. И нам самое главное, это нужен вот этот конденсатор. Этот конденсатор у нас на 560 микрофарад на 200 вольт. Можно взять и меньше где-нибудь, допустим, 1000 микрофарад на 50 вольт. Я взял такое, поскольку у меня других, ну, 50 вольт вообще в ни одном конденсаторе не нашлось, взял вот такое. Ну, принципе, он тоже, по идее, сойдет. Ну, вот такая вот схемка. Давайте попробуем собрать вот на это макетное платье. Также я в Китае видел, ну, на Алиэкспрессе, то, что некоторые подобные блоки питания продают. Если вы видите блок питания без трансформатора, ни в коем случае не покупайте. Это полная гадость, и она вас может даже убить. Так что будьте аккуратны, когда убираете какой-нибудь продукт. В общем-то, давайте соберем, посмотрим, что у нас получится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все спаяло, так-то у нас получилось, как раз хватило на эту макетную плату. Вот так-то все выглядит снизу, выглядит некрасиво, поскольку я использовал толстые провода, которые не продетут эти отверстия, и все это у нас получается навестным монтажом сделано. Но будем проверять, запускать, опять же повторяюсь, контактам, а даже на выходе ни в коем случае притрагиваться нельзя, поскольку вас может ударить, в чем хорошо, поэтому все буду делать, так скажем, дистанционно. Ну, в общем, у нас все готово для проверки, осталось подсоединить это все в сеть. Не забываем последовательно подсоединить лампочку для безопасности. Подсоединил мультиметр, выставил 200 вольт, постоянного тока. Я думаю, в эти рамки он точно войдет. Теперь осталось запустить и проверить, я все делаю дистанционно, то есть ничего там не трогаю. Осталось мне только пробовать стыкнуть розетку, посмотрим, что у нас получится. Немного боюсь, поскольку не знаю, что реально выйдет. Давайте соединяем. Так, вроде пока ничего не взорвалось. И у нас тут 100, большая цифра, я надеюсь, сейчас мультиметр свой не спалил. Ладно, поставим 1000 вольт. Конденсатор не нагрелся. Так, так. Нет, все вроде нормально, ничего не нагрелось. Давайте еще раз попробуем, я на 1000 вольт поставил. А, сейчас у нас 190 вольт выходит, поскольку у нас заряжен конденсатор. То есть, сейчас я вообще плохо то, что в платье поводил, то что меня могло ударить. Почему-то у нас не работает сопротивление. То есть, у нас на выходе выходит 240 вольт. Постоянного, причем тока, это не перемены, поскольку, если был перемен, он бы у нас не отображался. Да, мы выпрямили напряжение, возможно, поскольку использовал достаточно, ну, маленькое сопротивление, там вообще указано от одного мегаома. Так, давайте покажу. У нас тут вот это вот сопротивление указано от 1000 килоом до одного мегаома. Я использовал 150 килоом, но блок питания у нас получился. Как вы видите, он не горит, ты не взорвался пока что. Лампочка тоже, кстати, у нас не горит, заметьте. То есть, работает все это лампочка у нас как предохранитель. И получилось у нас так, что на выходе 253 вольта постоянного тока. Если мы увеличим коэффициент сопротивления, то есть, вместо 150 поставим, допустим, 500 килоом, то у нас уже выйдет, наверное, где-то вольт 100. Если вот этот конь, ну, сопротивление, я не знаю, как показывать. Вот то, вот сопротивление поставим, тоже больше, тоже, наверное, ну, коэффициенты изменятся. То есть, все зависит от того, какие компоненты вы подберете, но плата работает. То есть, мы схемку собрали, она рабочая. В варианте со светодиодами там явно должно быть сопротивление намного больше. Ну, в общем-то, факт то, что плата работает. Ну, вот это вот схема. И, опять же, повторяю, все, что не собирайте это лучше дома, поскольку эта штука опасная, она реально вас может убить. И вот реально вот не советую вот этого собирать. Очень, так скажем, ненадежная конструкция, никакой защиты нет. Вот так это у нас выглядит с виду. Сейчас давайте попробуем запустить, посмотрим, что у нас получится. Отказался от этого вот большого конденсатора. Вместо него использую такой маленький на 4,7 микрофарада. Давайте все подсоединим и проверим, что у нас все-таки за схемка получилось. Я все соединил, теперь мы можем проверить. Ни в коем случае не забываем про последовательно соединенную лампочку или предохранитель. Подсоединил мультиметр. Давайте сначала включим, посмотрим, работает ли оно вообще будет, не взорвется ли у нас ничего. Так, подсоединяем. Повелся какой-то мелкий писк. И теперь включаем на мультиметре 1000 вольт постоянного тока. И у нас на выходе получилось целых 19 вольт. Даже 17. Но это без нагрузки. Если мы будем нагрузку уменьшиться, может быть где-то до 12. Но схемка работает, то есть мы из 220 вольт сделали где-то 19 вольт постоянного тока без нагрузки. С нагрузкой будет около 12. Опять же повторюсь, видите, оно немного скачет. Компоненты все очень простые, но опять же вас предупреждаю, это очень опасная схема. Но поскольку все-таки может пробить и вас ударить на 220 вольт, это если вы будете все-таки делать, все-таки решить и сделать обязательно в корпусе, ну то есть будете использовать в каких-то целях. Но я все сделал за вас, то есть проверю, работает ли или нет. Дома это лучше не повторяйте. Но вот такая вот схемка была взята на китайском ресурсе. Ну достаточно интересная штука, единственное, что не очень безопасно. В общем-то с вами был Джексон, подписывайтесь, ставьте лайки и в общем-то пока. Субтитры сделал DimaTorzok